ну еще несколько слов скажу о животных посмотрите вот этот мой щенок с удовольствием грызет возраст у него такой зубы режется вот он с удовольствием грызет ветку хорошо ветку вот но он уже пытался грызть и саженцы вот я честно говоря не знаю что с ним делать посадишься цепь замерзнет вот это есть такое дело проблема животных тоже существует а я стараюсь говорить не только о садоводстве да и около садоводства почему подумайте сами вот один из примеров приезжает ко мне семейная пара приезжает вторично вот и женщина сходу у меня погибли два ваших саженца вот я вы не поверите этот случай уникальный вот просто поверьте мне что я ничего не выдумывал я говорю сейчас заменим это была моя практика погибали редко саженца много не жалко что вы думаете ее муж взял и сказал держите за стулья ты чё врешь собака сгрызла наши саженцы и вот ну естественно что под кладу ехали в такую даль под купили чё парочку не зря что приехали вот я представляю что она его дома устроила как видимо ночевать ему пришлось где-нибудь на коврике у дверей но это случай клянусь богом это была правда вот это касается собак но охрана нужна вот рискует да еще может грызть вот вот такая вот у других собак есть такое свойство вот я вам и молчу я вот ее все равно боятся когда собака молчит не знаю что от нее ждать она молчу не видели не раз мы ее белкой зовем а вот ее щенок от нее вот это это природный сторож потому что уже лает туда это уже лает на всех а когда вырастет зверюга вот этот момент не только про это хотел говорить теперь про мышей значит у меня если сегодня суббота то понедельник у меня вебинар и там я зачитаю письмо женщина пишет еще лето а уже по грядкам бегают мыши в открытую то есть ожидается страшная мышиная война то есть война против большей против сада ну вот естественно она меня спрашивает как и что но я объясняю только спасти может нет способов несколько вот один из них это конечно коты когда у меня на острове был сад извините я делюсь да и надо сесть а то камера это дергается а я ле ле мне это хорошо я хожу и греюсь надо где-то надо присесть вот потому что камера дергается надо смотреть тяжело вот сейчас попробую тут присесть заготовка червяков было сейчас я возьму вот это вот вот это вот сяну на картон на картон и продолжу эту тему значит когда я хозяйничал на острове пока сад еще не сожгли вот где было четыре кота большей части ну иногда кормил но большей части питались мышами и участок был где-то 200 на 250 5 гектар 200 на 250 и вот интересно что я заметил четко вот вокруг домика сто метров в окрестностях не было ни одного погрызенного ствола хотя мыши там свирепствовали я потом на вебинаре специально покажу вот там и не свирепствовали мыши на 100 метров в радиусе в радиус 100 метров от домика а дальше уже это то есть четыре кота обеспечивали диаметр если грубо 100 на 100 гектар из 5 гектара гектар был защищен то есть обычный дачу участок 2-3 2-3 кота защитить могут вот но коты котам розе есть коты также как собаки от природы есть эти сторожа от природы а есть нет ленивые там сонные такие как коты здесь коты вот мне повезло что этот кошка она приносит а ты как будто чувствую что про тебя говорят да так вот кошка приносила осенью несколько раз мышей складывала демонстративно получает меня колбасу который очень любит вот вот это один момент но все равно гарантии нету тогда получается что такое гарантия санопедем станция отравленное зерно и раскладывать 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 у меня было два случая смертельных на острове тогда у меня был питомник 200 привил 200 не успел груш культурный груш все четыреста были съедены причем они были целиком съедены я даже не знаю только пищевые лазили по этим саженцам вот не только в основании а прямо стояли с белыми стволами размером были так сантиметром 70 80 и первый и заметил что это был единственный год когда мне снегу было ну по то самое место а то это был один такой год всего из этот момент и скажем из тридцати из двадцати пяти а и было очень много мышей это весной оказалась часть сада сожрана горько было страшно и питомника полностью был съеден из этих из груш так вот значит приходим практике здесь где деревья которые старше пяти лет считается больше уже не трогать то есть защищать надо только молодежь но бывает и пятилетие деревья такие хиленькие что полный бы шамп и зубам кора еще не задумела поэтому лучше защищать до 6 7 лет скажем так тогда идем дальше сейчас я посмотрю где у меня защита есть тут от тех же большие сейчас скажу идем 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 и может быть эту тему закроем потому что я еще на вебинаре покажу пару фотографий с этими с бутылками потому что докрывать туда где так надо прятать зерно бутылки а бутылки желательно чтобы были там где где больше опасность вот здесь вы видите тряпка да вот под ней под этой тряпкой вот это стеклоткань вот это как я делал поднимал ее от иди от иди это не вам это тоже не вам так вот я вот так поднимал так вы видите туда щель и туда засыпал зерно и закрывал я тебе спокойно что именно вот этот персик вот был посажен до холм вот был положен дабок не заподнесут ни на прям не на земле все-таки там есть воздушная прослойка и вот результат кыш если бы не укрыл персик то бы уже сожрал бы так все понятно одно ну и тут рядом еще одно вот видите точно так же вот приподнимал вот видите смотрите вот зерно а кстати а его уже нету все только ну-ка и уже нет зерно уже сожрали спасибо вам да надеюсь сдохли извините я всех люблю и больше люблю у меня был случай я пару лет прожил в одной комнатной квартире вот мебели не было ну все в жизни бывает вот после страшного пожара на острове уничтожение всего имущества уничтожение полутора тысяч плодосящих деревьев и живу я в этой химарке вот ну знаете самые первые хоть и дома это гэсовские вот маленькие ванна с туалетом вот прихожка кухонька комната оберегали спал на трассе на полу ну я совершенно спокойно к этому относился потому что ко мне приходили мыши а когда лежишь на полу я прекрасно слышал как у них коготки стучат вот подходили ко мне ознакомились вот совершенно не боялись видимо у них действует как это не интуиция а вот тоже биополе они знают что их никто не собирается трогать один раз я видел как мышь прямо днем пыталась там был дыра была под это по под плитус уходила вот я смотрел бедный туда к корку пытается она скрипит корка не пролазит то я помог а я что заметил мыши у меня жили только лет только зимой это значит что зимой было трудно они в эту пятиэтажку то и пропадали а там уже пятиэтажки видимо под плитусами там везде под перекрытиями свои ходы были на третьем этаже мыши которые наверняка пришли из этого из почвы из не из леса но хотя бы из улицы уличные они не домашние были вот пожалуйста ну тут мы сами бой приходится с ними воевать предпочтать но вот сейчас я убедился что у меня там исчезло зерно значит жрать будет некому по и персики дух еще раз выдели тот предыдущий фильм это все надо распиливать где можно к любой из этих полет беды даже тех как еще распилить нужна он с камерой нужны доказательства того что видите что каждая рада опасно каждая рада каждая рада вот и как доказать чтобы отказались от обрезки на кольцо вот это обидно в том что это уже все все привыкли это а